С 1 января будущего года будет введен федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Многие считают его революционным, так как аналогов в истории отечественного образования не было. Стандарт включает в себя несколько критериев. Прежде всего, это доступность дошкольного образования для всех слоев населения, и что очень значимо для детей с ограниченными возможностями. Предполагается для этого не только система или сеть дошкольных образовательных учреждений. Не предлагаются консультативные пункты для родителей, которые желают воспитывать детей дома, семейные детские сады, вариативные формы дошкольного образования. Но все это должно подводиться под определенный стандарт, то есть под те требования, которые сегодня необходимы для воспитания и развития ребенка. Следующий критерий – это качество предоставляемых услуг дошкольного образования. Для этого предполагается введение определенных образовательных программ, над которыми сегодня работают ряд научных авторов, которые, конечно, предполагают в своих программах это индивидуализацию по отношению к личности каждого ребенка, затем социализацию ребенка, чтобы ребенок мог свободно общаться, чтобы он мог в той или иной мере выразить свое «я», свою индивидуальность, свои какие-то определенные способности, будь это творческие, художественные и так далее. Немаловажную роль предстоящей стандартизации будет играть и кадровая политика. В учреждениях дошкольного образования должны работать люди со специализированным образованием. Также стандартизация подразумевает ряд требований, например, в частности, к предметам развивающей среде и материально-технической базе, а также к финансовому обеспечению. Ахинские дошкольные образовательные учреждения уже четвертый год частично внедряют в свою работу эти направления в рамках федеральных государственных требований. Мы решили организовать такой день открытых дверей на базе детского сада номер 2 «Солнышко». Руководитель Юнусова Ольга Владимировна, которая недавно побывала в Москве на семинаре, где как раз обсуждались вопросы введения стандарта дошкольного образования. И мы бы хотели сегодня обратить внимание наших руководителей, руководителей детских садов городского округа Ахинский, на одно из направлений – это развивающая среда, предметно-пространственная среда. Почему? Потому что это один из главных вопросов, так как дошкольное детство в основе своей направлено любое развитие ребенка, будь это творческое, художественное, умственное воспитание, все должно проходить через игру. Поэтому пространственная среда очень важна. Как будут решаться эти вопросы сегодня уже известно. В течение двух лет с начала введения стандарта его работа будет постоянно мониториться и анализироваться. В зависимости от результатов будут разграничиваться решения вопросов и проблем на уровне – муниципальный, региональный и федеральный. Поэтому мы сегодня бы хотели на нашем Дне открытых дверей увидеть, как сегодня руководители готовы, насколько они готовы в меру своих возможностей. То есть, что сегодня мы уже можем предложить. Так как стандарты дошкольного образования, их рамки определены, сроки введения – это 1 января 2014-го по декабрь 2015-го. То есть, вот в этот период будут, как я уже сказала, проводиться мониторинги, обследование той же самой пространственной среды, мониторинг кадрового потенциала. Все это будет анализироваться, обсуждаться и, соответственно, как я уже сказала, на разных уровнях решаться вопросы, как будут вводиться эти стандарты. И мы бы хотели сегодня нашим руководителям показать, как это уже можно делать. Управление образования надеется, что в обсуждении введения нового стандарта примут участие родители. Это можно сделать на сайтах детских садов самого управления Министерства области и России. Все понимают, что это долгая и нелегкая работа, но в то же время очень нужная и полезная. Поэтому хочется пожелать нам всем выдержки, терпения, успехов. И чтобы самое главное, чтобы каждый ребенок при подготовке к следующей ступени своего такого уровня, это дальнейшему обучению в школе, был насыщен своим детством. Чтобы дошкольное детство не прошло у него в виде наших экспериментов, чтобы ребенок не был ранен этим. Это наши будут проблемы родителей, педагогов. А ребенок все-таки должен проживать в детстве. Мы очень на это надеемся. К присутствующим коллегам с пожеланиями и надеждами обратилась и заведующая нового детского сада номер один родничок Маргарита Филиппова. Я очень надеюсь и верю, что наше сегодняшнее мероприятие «День открытых дверей» поможет не только всем руководителям дошкольных образовательных учреждений, но и всем педагогическим коллективам определиться с содержанием предметно-пространственной среды, которая будет отвечать требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Потому что от стандарта мы ждем очень многого, мы ждем больших перемен. И мы знаем, что впереди нас ожидает очень много трудностей, но думаю, что мы с ними справимся. Потому что надо и подготовить кадры, и соответствующие программы. То есть работа предстоит большая, но, как говорится, Москва не сразу строилась. И я думаю, что все успешно у нас получится, и мы будем соответствовать всем требованиям государственного образовательного стандарта дошкольного образования.